Уважаемые пайщики межрегионального потребительского кооператива Bestway, добрый день. Я записываю свое видеообращение к вам, чтобы объяснить, рассказать о той насущной ситуации и актуальных проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся при работе, при защите ваших интересов, при защите права существования кооператива Bestway. Прежде всего, я хочу вас всех поздравить, вас и членов ваших семей, с праздником. Пусть мы его и не отметили достойно, но с учетом текущей ситуации 29 мая 2022 года нам исполнилось 8 лет. За 8 лет пройден достаточно большой путь, достигнут, я бы сказал, грандиозные успехи в тех объемах решения жилищных проблем каждого из вас пайщиков. Многие из вас приобрели квартиры, многие живут уже в приобретенных квартирах, и это без помощи государства, это путем объединения вас, ваших средств, ваших ресурсов для решения ваших жилищных проблем. Как сегодня живет кооператив? На сегодняшний кооператив живет достаточно сложно в условиях, когда не прекращается давление следствия и противодействие следствия. Действие выражается в аресте денежных средств на счетах предприятия, оно выражается в изъятии документации технических средств, которые не могут способствовать полноценной работе, в том числе блокировке так называемой административной системы компьютерной, которую, к большому сожалению, не удается запустить на сегодняшний день. Чтобы устранить эти огрехи, мы пытаемся в режиме телефон, в режиме интернета, в режиме проведения видеоконференции Zoom все-таки поддерживать с вами общение, доводить ту информацию, те актуальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности. О чем хочу заверить? Завершена инвентаризация всех активов и имущества предприятия. На сегодняшний день все денежные средства и имущества, отраженные по балансу предприятия, находятся на балансе, и денежные средства находятся на расчетных счетах обслуживающих банков. Их достаточно для того, чтобы исполнить все обязательства перед пайщиками, существующие на эту дату. Более того, заканчивает свою работу аудиторская компания ФБК. В части отражения результатов анализа деятельности кооператива будет отражен факт о достаточной финансовой устойчивости предприятия исполнить все обязательства перед пайщиками и контрагентами предприятия. Это я говорю о том, что распространяемые в сети интернет слухи о возможных причинах и о возможных предпосылках банкротства не имеют под собой никакого ни юридического, ни финансового обоснования и мотивации. Средств у кооператива достаточно исполнить все свои обязательства. Но вот в отношении средств и встает вопрос. На сегодняшний день следствием на счетах кооператива заблокировано и в рамках обеспечительных мер денежные средства в сумме 3,7 миллиарда рублей. Следствие, заблокировав эти денежные средства, таким образом поставило невозможным исполнить обязательства кооператива перед теми пайщиками, которые изъявили желание выйти из кооператива. На сегодняшний день, по данным нашего учета, порядка 550 пайщиков изъявили желание выйти. Документы все получены кооперативом, произведены все необходимые расчеты, проверена бухгалтерия остатки денежных средств и более того, мы направили ходатайство руководителю следственной группы с требованием об освобождении денежных средств из-под ареста, дабы мы смогли исполнить свои обязательства перед вами пайщиками. Большому сожалению, следствие уклонилось и отказало нам в этом ходатайстве. Мы его направили прокурору города Санкт-Петербурга, тем самым говоря о возможности заревания конфликта социального, когда пайщики, не получив удовлетворения от кооператива, начнут обращаться в суд. В этой связи в суд мы обязаны будем вызывать и приглашать как следствие, так и прокуратуру, потому что своими действиями они препятствуют исполнению кооперативам обязательств перед пайщиками. В отношении ареста имущества кооператива и технических средств адвокатами и юридической службой кооператива ведется неустанная работа во всех инстанциях и первых кассационных и апелляционных с обжалованием решений и наложений ареста на имущество. Очень злободневный вопрос. Следствие осуществило наложение обеспечительных мер в виде ареста на квартиры, принадлежащие и квартиры, в которых живут пайщики. На сегодняшний день юридической службой совместно с адвокатами подготовлены обращения пайщиков в защиту своих интересов и прав на имущество, поскольку арестованы не только квартиры, числящиеся на балансе кооператива, в которых проживают пайщики и выплачивают в соответствии с договорами, осуществляют погашение, но и те квартиры, которые уже переоформлены на правах собственности по тем квартирам, по которым пайщики полностью рассчитались. Такие материалы подготовлены и в ближайшее время через сеть интернет будут до вас доведены. На сегодняшний день помимо этих заявлений в отношении следствия поступило более тысячи заявлений от пайщиков в форме защиты прав их законных интересов и противодействия следствия в виде невозврата документов. Спасибо вам, уважаемые пайщики, за поддержку, за единение в виде этих обращений, на которые следствие не может не отреагировать. Но на сегодняшний день следствие, к большому сожалению, не идет ни на контакт, хотя мы готовы с ними к плодотворному сотрудничеству. Следствие удерживает всю документацию, все технические средства и денежные средства в виде обеспечительных мер. В этой связи только совместными усилиями и лозунг наш мы объединились, чтобы жить, жить счастливо и не когда-нибудь, а сегодня и сейчас, я обращаюсь к вам, уважаемые пайщики, объединиться, очень осторожно относиться ко всей распространяемой в интернете информации, особенно нашими недоброжелателями. Многие рассчитывали недоброжелатели, что кооператив рухнет, все разбегутся, останутся фирмы-однодневки, пустые расчетные счета без денежных средств, но, увы, кооператив существует, деятельность кооператива никаким распределительным документом не запрещена, и на сегодняшний день мы стараемся осуществлять полноценную деятельность, даже в условиях, когда следствием о том, о чем я говорил, арестованы денежные средства и активы. Прошу вас очень осторожно еще раз относиться к информации. Сегодня открыты телефонные линии, интернет-приемные, с уполномоченными кооператива проводятся на регулярной основе еженедельной видеоконференции в режиме Zoom. Если что-то, у кого-то какое-то сомнение, если у кого-то какое-то недопонимание, не стесняйтесь, обращайтесь в режиме 24 часа. Мы очень внимательно относимся и будем относиться к вашим обращениям, к тем чаяниям, потому что жизнь идет, у всех возникают жизненные вопросы, которые вам тоже надо решать сегодня и сейчас. В силу наших возможностей, полномочий и устава, то, что возможно, мы стараемся осуществлять в режиме реального времени и помочь. Призываю вас к единению, призываю вас к объединению и сплочению вокруг действующей администрации кооператива. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы нам оказываете. И еще раз повторюсь, мы объединились, чтобы жить счастливо сейчас и сегодня. По всем любым вопросам я тоже доступен, готов отвечать и общаться с вами, уважаемые паачики. И до новых встреч. С уважением ваш, Сергей Иванович Крючек. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.